Здравствуйте! Вы смотрите программу «Эксперты», я ее ведущий Сергей Никитин. В эту программу мы приглашаем людей, профессионально разбирающихся в той или иной сфере человеческой деятельности. Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Ивановна Пинус. Здравствуйте! Наталья Ивановна, раз уж вы к нам пришли в самом конце года, давайте немножко пробежимся по тому, что вы сделали за этот год. И, например, все-таки меня интересует, откуда берутся деньги на финансирование этих проектов, в которых вы участвуете. Ведь не секрет, что без денег ничего не делается. Как финансируется деятельность депутата вообще? Есть у нас система так называемых наказов избирателей, но чтобы попасть запросу людей что-то сделать на территории, вот в эту программу наказов, значит она формируется только во время избирательной кампании. Получается, вот раз в пять лет формируется эта программа наказов. Если мы туда не попали, то ждать еще пять лет. Да, ждать еще пять лет, но это тоже интересно, как попасть в эту программу наказов, это тоже важная, интересная тема. Ну и, наконец, есть еще так называемый депутатский миллион. Что такое депутатский миллион? То есть вам кто-то дает миллион? Сейчас я вам расскажу все. Это название на самом деле такое условное, просто мы все привыкли называть вот эту программу депутатский миллион. На самом деле это не миллион, это уже больше. Миллион был до 2018 года, в 2019 году это уже было 2 миллиона, а на следующий год каждый депутат Гурсовета имеет возможность распределить на своем округе 2,5 миллиона рублей. Но потратить он может их тоже не абы как, есть совершенно конкретные ограничения, куда можно эти деньги направить. Но, по сути, это те деньги, которые направляются должны по, собственно, пожеланиям граждан, по пожеланиям избирателей. И сделать на эти деньги можно достаточно много. И вот, может быть, именно сейчас, перед Новым годом, здорово, что мы расскажем людям, что есть такая возможность, чтобы они обращались к своим депутатам и говорили о том, что они знают, что есть вот эти деньги и просили на свою территорию эти деньги направить. То есть не только у Деда Мороза, но еще и у своего депутата. Да, но и у своего депутата. Я повторюсь, депутат Гурсовета может потратить 2,5 миллиона на свой округ в год. В следующем году, в 2020 году. Да, значит, у ЗАГС собрания, можно еще и к депутату законодательного собрания с подобным обращаться, там сумма 4 миллиона рублей на округ может отправиться депутат. Я расскажу, как это делаем мы на нашем 35-м округе в Академгородке. Мы уже пятый год, собственно, как я стала депутатом, мы проводим открытый конкурс на распределение этих денег. Мы принимаем заявки от жителей, от организаций, что нужно сделать. Эти заявки достаточно простые в оформлении, вообще никаких проблем составить эти заявки. А потом комиссии, в которой принимают участие, собственно, тоже жители, представители общественных организаций, мы рассматриваем эти заявки и решаем, на что потратить эти деньги. Ну и тут, собственно, у нас что происходит? Я очень рада этому, что фактически получается сделать намного больше. Потому что, ну вот мы видим какая-то проблема, мы частично даем деньги из депутатского миллиона, потом стараемся еще бюджетное финансирование по каким-то вопросам подтянуть, дополнительное. Значит, вне бюджетные деньги, помощь каких-то сторонних организаций. И в итоге получается, ну, хорошо можно сделать, достичь таких достойных результатов. В частности, вот я могу вам рассказать, что мы сделали в прошлом году на эти деньги. Я просто основное перечислю, мы профинансировали 19 целых вот таких задач, проектов в 2019 году. Ну и что это? Это несколько детских спортивных площадок. Это, значит, очень такой для нас значимый проект. Это благоустройство сквера на бульваре молодежи. Там были погреба заброшены, там были какие-то старые сараи полусгоревшие. И это все прямо непосредственно рядом с жилой зоной. Ну, просто даже опасная была такая территория. И вот мы третий год подряд выделяем по 100 тысяч рублей на этот объект. И плюс еще добавляем сюда помощь других организаций разных. И за это время мы очень много нам удалось сделать. Там и эти погреба засыпали, убрали эти все сараи, разровняли землю, привезли грунт туда, сделали дорожки, посеяли траву. И в следующем году мы тоже запланировали небольшую сумму на эту территорию. И мы завершим, я думаю, работу. Будут посажены, я надеюсь, деревья там, кустарники, будут поставлены какие-то скамейки. Вот эту работу мы завершим. То есть это все благодаря вот этим вашим депутатскому миллиону, так называемому? Ну как, мы начинаем вот с этих небольших денег, а потом работаем над тем, чтобы еще дополнительно привлечь ресурсы. А что еще, кроме такого-то зеленения? Да, давайте расскажу, что еще. Мы сделали тротуар на строителях, тоже такая была огромная проблема. Значит, есть такие задачи, как клуб «Виктория», мы ежегодно помогаем. Там вот клуб юных техников, например, шлемы купили для секции картинга. Была у них проблема, никак они не могли это сделать. Мы помогаем организации инвалидов. Вот, например, в этом году они организовали студию живописи для людей с ограниченными возможностями и для обеспечения работы этой студии. Ну и много еще, что это и поддержка семьи, где дети болеют сахарным диабетом. Это концертные костюмы, например, для ансамбля людей старшего поколения в ДК Академия. Это помощь фестивалю Сергея Фалетенко, городок Наби, помощь Акбарту, помощь в покупке авиабилетов для того, чтобы дети съездили на международный конкурс. Это окна в детском саду. Ну, в общем, и так далее, и так далее. А какая вот сумма средняя, примерно, за которой к вам можно обращаться? Да, вы знаете, как правило, это бывает финансирование 100, 200, 250 миллионов, ой, извините, пожалуйста, тысяч рублей. Тысяч, конечно. Да, да. Бывают меньше, бывает чуть-чуть побольше, но примерно в среднем это где-то такие суммы. То есть суммы небольшие, но очень сейчас необходимы, потому что где действительно людям взять хотя бы на костюм эти 100 тысяч, да? Да. Ну, не с высшей зарплатой, понятно. Да, но где-то где могут из своей зарплаты, это хорошо, но это вот хорки-сионеров. Ну, они к вам, может, и не обращаются, как-то может. Да, да, поэтому обращаются в основном нуждающихся. То есть девушки-модели, видимо, в другие места обращаются, да? Да, ну или сами покупают. Ну, и в этом году у нас на конкурсе, значит, 30 проектов было. Ну, и так или иначе, всем проектам мы нашли возможность помочь или из этих денег, или из других ресурсов. И вот я уже могу сказать, что, например, ну, такие знаковые, все я не буду, наверное, перечислять, это долго. Я очень рада, например, что в этом году мы, я надеюсь, сделаем, приведем в порядок лестницы на улице Ильича. Да, у нас есть там такие лестницы, они не в очень хорошем состоянии, там нет перил. Надеюсь, это мы все в порядок приведем. А мы заменим, значит, ну, я знаю, что это черемы химака, называются вдоль улицы Ильича. Есть старые растения, вот эти вот деревья, которые просто уже погибли. Это уже из будущего вот этого депутатского миллиона. Я вам рассказывала про то, что мы принудили шею. Наталья Ивановна, у меня только один вопрос возник. Вот вы тут выступаете в роли Деда Мороза или на Снегурочке, там, наверное, лучше сказать. А может быть, просто как-то мэрию к этому принудить, чтобы они там тротуар ремонтировали, лестницы, все-таки, мне кажется, это, ну... Ладно, когда вы бабушкам помогаете или там черемуху сажаете, а вот тут вот, может быть, все-таки чиновникам поработать? Там, где возможно, мы, конечно, именно так и делаем, как вы говорите. Но иногда, я просто понимаю, что можно очень потратить много сил, времени, а там... Наталья Ивановна, у меня, собственно, один вопрос. А вот что сделать людям, чтобы вот, как им обратиться к депутату, чтобы, ну, записаться в очередь хотя бы на эти вот деньги? Да, а вот это очень важно. Дорогие горожане, вы можете обратиться к вашему депутату. Как обратиться к депутату? У каждого есть приемные на своих округах, есть какие-то телефоны помощников. И прийти и сказать, я знаю, что есть такие средства, давайте подумаем над тем, чтобы вложить их вот непосредственно, например, в наш двор, например, сделать спортивную площадку, где-то что-то благоустроить, сделать тротуар. Много можно что делать, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к вашим депутатам. В общем, оставаться дома и бурчать там на диване, да, это проще-проще, да, но можно еще, оказывается, сходить к депутату и немножко его там пошевелить. Да. И может быть тогда что-то изменится во дворе. Так и надо делать обязательно. Хорошо. Ну и поскольку у нас последняя передача в этом году и уже завтра, откровенно говоря, Новый год, а вы выступили в роли Снегурочки, то давайте поздравим все-таки наших зрителей с Новым годом. Да, дорогие горожане, я от всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками. Ну а, собственно, пожелания у меня будут простые, понятные, но мне кажется, очень важные. Я желаю всем вам здоровья, я желаю вам, чтобы ваш дом был полной чашей, чтобы в вашей семье было благополучие и процветала доброта. С Новым наступающим годом! Спасибо, Наталья Ивановна. Я напоминаю вам, что вы смотрели программу «Эксперты». Сегодня сюда к нам приходил депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Ивановна Пинус. Вы смотрели программу «Эксперты», я ее ведущий Сергей Никитин. Смотрите нас в следующем году, так же, как и в этом, после программы новости по вторникам в 9 часов вечера. Субтитры создавал DimaTorzok